Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников, скульпторов Иван Прокофьев. Русский скульптор, академик Императорской Академии Художеств. Прокофьев родился в 1758 году в Санкт-Петербурге. Был сыном закроенного мастера по конюшенной части. В 1771 году из воспитательного училища при Императорской Академии Художеств перешел в скульптурный класс, руководимый Жилле. Быстро владел художественными знаниями, был удостоен различных академических наград. В 1776 году Прокофьева перевели в класс исторической скульптуры, где преподавал Гордеев. В 1779 его выпустили в Академии и отправили в качестве пенсионера в Париж для дальнейшего совершенствования. В качестве пенсионера Петербургской Академии Художеств работал в Париже под руководством Жюльена. Получил великолепную возможность увидеть произведения античности, возрождения и барокко. Много работал с натуры, изучал пластическую анатомию и рубку в мраморе. Парижская Академия присудила ему серебряные медали за Моисея и Морфея. В начале 1784 года вернулся в Россию. По дороге останавливался в Берлине в Штетине. Работая в Прусской Академии, он выполнил несколько частных заказов на портреты. Я цитирую в Википедии. Ему присудили звание академика в Академии за скульптуру Актион, преследуемые собаками. Актиона, одной из лучших своих статуй, скульптор выполнил всего за один месяц. Бронзовая статуя с большим мастерством Прокофьев передает сильное и легкое движение юной обнаженной фигуры. В 1784-м получил звание академика за статуи Морфей и назначен был адъюнт профессором, а несколько работ приобрел Ромитаж. Значительная часть из 400 работ Прокофьева приходится на государственные заказы, притом довольно крупные. В этом ряду его громадный фриз и другие работы в Казанском соборе, барельефы в Академии художеств, Павловском дворце, публичные библиотеки, кариатиды в церкви Гачинского дворца, фронтоны и статуи для нескольких церквей, статуи волков и акит и группа тритонов Петерговских фонтанов. Прокофьев выполнил для дворцов много рельефных панно и медальонов, мраморных, алебастровых и терракотовых фигур, групп и бюстов. Также Академия неоднократно поручала ему работы по осмотру и реставрации скульптур Петергофи, Гачине и Павловске. Отзывы о Прокофьеве современные критики давали чрезвычайно лестные. Они отмечали яркое воображение, образованный тонкий вкус, силу чувства и бойкое мастерское исполнение. Для Казанского собора Прокофьев создал в 1806-1807 годах колоссальный рельефный фриз на тему медной змеи. В 1821 Прокофьева постигла большое несчастье. Во время занятий в Академии с ним случился удар. Правая рука и нога были наполовину парализованы, но, несмотря на это, он продолжал работы, закончив, очевидно, с чьей-то помощью четыре крупных рельефа для военно-сиротского корпуса. Последней его работой по скульптуре был портретный бюст польского писателя Трембицкого. Прокофьев состоял руководителем меданьерного класса и преподавал рубку в мраморе. Через два года после его смерти в 1830 году Академия сообщила в ответ на запрос Министерства императорского двора, Прокофьев почитался в числе знаменитых художников. Ну, вот так вот вкратце, конечно, о Иване Прокофьевиче Прокофьеве, русском скульпторе, академике Императорской академии художеств. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...